Аппаратное совещание Аппаратное совещание В 2014 году по нацпроекту количество смертей должно свестись к 4 человекам на 100 тысяч, а к 2030 году к нулю. Для этого в области делается многое. Приводится в порядок дороги. Отремонтировано 50 участков областных и федеральных дорог общей протяженностью 112 километров. По сокращению дорожно-транспортных происшествий Ульяновская область вышла на 4 место в Приволжском федеральном округе. На следующий год запланирован большой объем работ. Почти 9 миллиардов рублей будет выделено на ремонт и строительство новых транспортных путей. Планирован ряд мероприятий с инженерной точки зрения. Это и светофорное регулирование, это и нанесение разметки. В том числе мы увеличиваем на региональной сети дорог нанесение разметки термопластиком. Это более длительный срок эксплуатации. Это и установка дополнительных дорожных знаков, барьерного ограждения удерживающего. Это обязательно устройство уличного освещения на автомобильных дорогах для того, чтобы избежать травмирования пешеходов в ночное время. Дельное внимание уделяется ведению интеллектуальных систем на дорогах. В первую очередь это касается установки камер фото и видеофиксации, систем весогабаритного контроля и метеостанций. Цифровые сервисы призваны помочь в отслеживании работы общественного транспорта. Губернатор привел в пример Московскую область, где вопросы пассажирских перевозок решаются быстро и качественно с помощью интеллектуальных систем. Мы были в Центре управления регионом. Там живьем видно эту маршрутку. Там все, значит, на каждой остановке видно. Отметилось, не отметилось, работало, не работало, так сказать, там какой внешний вид, там водители, так сказать, и все остальное. А у нас вроде бы вот что-то есть, а жалоба вот она тоже есть. И никто за это не несет ответственность. Центр управления регионом продолжает создаваться в Ульяновской области. Было заключено соглашение о сотрудничестве с Подмосковьем. На первом этапе внедрения новой системы москвичи будут осуществлять сопровождение проекта в Ульяновске. Центр управления регионом – это тот инструмент, благодаря которому мы получаем возможность перенастраивать процессы внутри отраслей, оптимизировать текущую работу под запросы общества и, как следствие, повышать эффективность работы органов власти. На аппаратном совещании было представлено мобильное приложение «Ульяновские стройки». Оно станет частью формирующегося центра. На интерактивной карте соберут всю информацию по строительству в регионе. Приложение позволит также выявлять самовольные объекты. Оно заработает уже со следующего года. Что же касается дорог, то участники аппаратного совещания выслушали предложения законодателей по вопросам формирования программы безопасного автодорожного движения. Все, что касается подходов к детским садам, к школам, домам культуры, больницам, именно так называемые, как мы говорим, народные тропки и площадки для парковок, с нашей точки зрения, вот в этих муниципальных перечнях и в данной программе на 2020-2021 годы должны стать приоритетными, потому что именно к ним ходят и подъезжают ежедневно сотни тысяч, десятки тысяч людей. Ну, промониторить, я уверен, и у ГИБДД, и у министерства есть такие данные, где, возможно, единственным выходом, ну или, может быть, идеальным выходом, было бы установление наземных пешеходных переходов, где многополосные движения. Понятно, это что дело такое дорогое, но, еще раз говорю, там, где это необходимо, надо прикладывать эти усилия. Губернатор призвал активнее заниматься формированием кадрового резерва в области. Глава региона отметил, что сроки приема заявок на конкурс регионального лидера продлен до 20 декабря, а на сайте общественной палаты будет запущен аналогичный конкурс для гражданских активистов. Он пройдет в декабре, а результаты подведут до марта. Егор Титов, Юрий Канехин, Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин